Капитальный ремонт на 100%. Ульяновские коммунальные службы могут похвастаться выполнением плана по ремонту многоквартирных домов. К примеру, удалось реанимировать дом номер 38 по улице Промышленная. Всё благодаря инициативе самих жильцов и поддержке региональных властей. Ремонтные работы начались ещё в 2018 году. Тогда в первую очередь заменили систему отопления или по-другому – погодник. Оборудование автоматически регулирует температуру в квартирах, исходя из погоды на улице. С появлением нового теплового узла коммунальные платежи снизились на 25%. Сейчас экономия по каждой квартире составляет около 1000 рублей. На этом капитальный ремонт не закончен. В доме отштукатурили и покрасили стены, установили новые клапаны мусоропроводов. Мы считаем, что мы на правильном пути, но от того, что дом 46 лет, много и других проблем, конечно, сделали мы в 2020 году. В 2020 году лестничные клетки ремонт. В 2019 году мы сделали отмостку. На этом не останавливаемся. В 2020 году улучшены жилищные условия для 15 тысяч жителей Ульяновской области. На эти цели из областного фонда капитального ремонта направлено свыше 500 миллионов рублей. О результатах проделанной работы на коллегии министра рассказали главе региона. Сергей Морозов оценивает работу жилищно-коммунального комплекса достойно. А у нас на сегодняшний день, как говорится, в старом детском стихотворении в квартире газ и тепло. Безварийное водоснабжение, безварийное электричество и, как следствие, достаточно спокойное и нормальное жизнеобеспечение нашего региона. Ну и только мы с вами, конечно, знаем, что нам это стоит. Именно в 2020 году впервые за последние 30 лет с нуля построены новые очистные сооружения в Новоульяновске. Водоснабжение улучшилось. Чистой водой теперь обеспечено более 128 тысяч человек. За прошлый год отремонтированы 15 водозаборов в 14 населённых пунктах, 23 водонапорные башни, заменены аварийные участки водопроводных сетей. Все мероприятия, которые были запланированы и те показатели, которые были установлены федеральными структурами, они достигнуты в полном объёме по всем национальным проектам. Планы на 2021 год нам понятны. Мы уверены в том, что мы с ними справимся. Барыш, рабочие посёлки Корсун и Сурская стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На перспективу в 2021-2022 годах будут реализованы проекты по благоустройству их исторических центров. Каждый проект получил федеральный грант на сумму 50 миллионов рублей.